Девушки отдыхают Семьи стран подали заявки на участие в чемпионате мира по футболу 1938 года, претендуя на 16 мест в финальном турнире. Впервые обладатель титула, чемпион мира, в данном случае сборная Италии получила путевку автоматически. Страна, принимающая чемпионат, сборная Франции, также получила путевку автоматически. Таким образом, Франция, хозяйка чемпионата, и Италия, чемпион мира, получили путевки в финальный турнир автоматически, оставив для розыгрыша 14 мест. Из оставшихся 35 стран Испания отказалась от участия в чемпионате из-за гражданской войны в стране. Оставшиеся 34 команды были разбиты на 12 групп по территориальному принципу. Европа, зона УЕФА, для 23 стран, было выделено 11 путевок, включая Египет и Палестину. Америка, зона Конкакав и Конмебол, для 9 стран было выделено 2 путевки. Азия, зона АФК, одну путевку разыгрывали 2 страны. УРУДВАЙ, по-прежнему держал обиду за 1930 год. Автором плаката чемпионата мира 1938 года является Анри Десме. Группа первая, состояла из 4 стран, Германия, Швеция, Эстония и Финляндия. Команды играли друг с другом по одному матчу. Две лучшие сборные в группе получали путевки. В первом же матче, 16 июня, 1937 года в Стокгольме, шведы нанесли крупное поражение Финляндии, 4-0. 20 июня, опять же в Стокгольме, Швеция разгромила команду Эстонии со счетом, 7-2. На фото фрагмент матча, Швеция-Эстония. 29 июня, в Хельсинки, Финляндия уступила Германии со счетом, 0-2. 19 августа, в Турку, Финляндия принимала Эстонию. Финны играли свой последний матч, и снова проиграли, 0-1. После этого, у Швеции было 4 очка, а у Германии и Эстонии по 2. 29 августа, Эстония прибыла в Кёнигсберг, чтобы сыграть с Германией. Этот матч многое решал в группе, на фото сборная Эстонии. Однако Германия выиграла со счетом, 4-1, тем самым обеспечив себе выход из группы. 21 ноября 1937 года, в Гамбурге, встречались сборные Германии и Швеции. На фото сборная Германии. Надобность в противоборстве шведов и немцев отпала сама собой. И все же Германия выиграла со счетом, 5-0. На второй минуте от Эзи Флинк открыл счет в матче, а на восьмой Фридрих Шейпан удвоил счет. На сорок восьмой минуте Хельмукшон забил третий гол. На 57-й от Эзи Флинк сделал счет 4-0, а на 63-й минуте Хельмукшон установил окончательный счет в матче, 5-0. Германия-Швеция, 5-0. Германия и Швеция вышли из группы. Группа вторая, состояла из двух стран, Норвегия и Ирландия. Команды играли два матча, домашний и гостевой. Победитель группы получал путевку. 10 октября 1937 года соперники встретились в Осло, на фото сборная Норвегии. Сборная Ирландии. В этом матче, бронзовый призер Берлинской Олимпиады сборная Норвегии, обыграла Ирландию со счетом 3-2. 7 ноября, в Дублине, состоялся ответный матч. Сборная Норвегии. Сборная Ирландии. На 10-й минуте матча, ирландец Дан забил первый гол. Но норвежский футболист Рейдер Кваммин через 6 минут сравнял счет, а на 33-й, вывел Норвегию вперед, 2-1. На 49-й минуте, Мартин Сен и вовсе сделал счет 3-1 в пользу Норвегии. Впрочем, на 62-й минуте, ирландец Кевина Флейнаган, сократил разрыв в счете. Взятие ворот на ваших экранах. Сборная Норвегия. А за 2 минуты до конца матча, Духкан, сравнял счет, 3-3. Норвегия вышла из группы. Группа третья, состояла из двух стран, Польша и Югославия. Команды играли два матча, домашний и гостевой. Победитель группы получал путевку. На фото сборная Польши, 10 октября 1937 года, в Варшаве, Польша разгромила Югославию со счетом 4-0. Сборная Югославии. Результат был неожиданным, так как изначально, Югославия считалась фаворитом группы. Польша в светлой форме. Хороший задел себе сделали поляки перед ответным матчем. Весной 3 апреля 1938 года, в Белграде, Югославия, принимала сборную Польши. На фото сборная Польши. Югославия выиграла у Польши, 1-0, но этого оказалось недостаточно. Польша заняла первое место в группе, получившей разнице забитых и пропущенных мячей. Группа 4 состояла из двух стран, Румыния и Египет. Команды должны были играть два матча, домашний и гостевой. Победитель группы получал бы путевку. Однако этого матча не было, Египет снялся, Румыния получила путевку автоматически. Группа 5 состояла из двух стран, Швейцария и Португалия. Команды встречались в одном матче на нейтральном поле, в Милане. Победитель получал путевку. Шанс поехать на чемпионат мира получили португальцы. Их жребий свел со швейцарцами, поскольку в отборе к чемпионату мира не участвовала сборная Испании, с которой Португалия должна была играть из-за географического принципа, в целях экономии денег и времени на далекие переезды. Швейцарцы и португальцы долго договаривались о датах встреч, и в конце концов сыграли только один матч на нейтральном поле за месяц до открытия чемпионата мира. На фото, футболисты Швейцарии готовятся к матчу. 1 мая 1938 года в Милане швейцарцы победили сборную Португалии со счетом 2-1. За сборную Швейцарии играл Леопольд Кильхольц, который, как ни странно, был в очках. Сборная Швейцарии получила путевку на чемпионат мира в Италию. Группа шестая состояла из трех стран – Венгрия, Греция и Палестина. Розыгрыш проходил в два этапа. Первый этап – сильнейшая команда группы автоматически попадала сразу во второй этап. В данном случае это команда Венгрии. Оставшиеся в группе две сборные – это Греция и Палестина – играли по два матча – домашний и гостевой. Победитель попадал во второй этап, где сильнейшая команда группы Венгрия на домашнем стадионе играла один матч против победителя первого этапа. И уже победитель этого матча получал путевку. Итак, 22 января 1938 года в Тель-Авиве Палестина проиграла Греции со счетом 1-3. У Палестины один гол забил Перри Нейфилд. Кадры на ваших экранах. В ответном матче 20 февраля в Афинах Греция снова выиграла 1-0, тем самым выйдя во второй этап. Во втором этапе 25 марта Венгрия камня на камне не оставила от Греции, разгромив их со счетом 11-1. Диула Женгелер отличился в этом матче 5 раз. Венгерские футболисты, Геза Тольди и Бьерд Шароши. На фото сборная Венгрии. Венгрия без каких-либо проблем вышла из группы, завоевав путевку на чемпионат мира. Группа 7 состояла из двух стран, Чехословакия и Болгария. Команды играли два матча, домашний и гостевой. Победитель группы получал путевку. 7 ноября 1937 года в Софии состоялся первый матч между сборными Болгарии и Чехословакии. Соперники сыграли в ничью 1-1. 24 апреля 1938 года в Праге Чехословакия сокрушила Болгарию со счетом 6-0. На фото сборная Чехословакии. В этом матча трижды отличился Ладислав Шемуник, дважды Олдрид Шнееблы и один гол забил Йозеф Лудл. Сборная Чехословакии вышла из группы. Группа 8 состояла из трех стран, Австрия, Латвия и Литва. Розыгрыш проходил в два этапа. Первый этап. Сильнейшая команда группы автоматически попадала сразу во второй этап. В данном случае это команда Австрии. Оставшиеся в группе две сборные, это Латвия и Литва, играли по два матча, домашний и гостевой, победитель попадал во второй этап. Где сильнейшая команда группы Австрия, на домашнем стадионе играла один матч против победителя первого этапа. И уже победитель этого матча, получал путевку. 29 июля 1937 года, сборная Литвы, на фото. Прибыла в Ригу для первого отборочного матча. Однако, Латвия в упорной борьбе выиграла эту встречу, со счетом 4-2. 3 сентября 1937 года, город Каунас, принимал Латвию. В ответном матче Литва проиграла Латвии уже с более крупным счетом, 1-5. Команда Латвии вышла во второй этап. 5 октября, в Вене, состоялся матч второго этапа, где сборная Австрии нанесла поражение Латвии со счетом 2-1. На фото сборная Австрии. Австрия получила путевку, но позже была аннексирована Германией. FIFA предложила освободившуюся путевку Англии, не принимавшей участия в соревнованиях, но англичане отказались. FIFA не стала распределять путевку иным способом, оставив финальный турнир без одного участника, хотя она должна была бы предложить путевку второй команде из той же группы, Латвии. Группа 9 состояла из трех стран, Голландия, Бельгия и Люксембург. Команды играли друг с другом по одному матчу. Две лучшие сборные в группе получали путевки. 28 ноября 1937 года в Роттердаме Голландия принимала Люксембург. На фото сборная Голландии. Сборная Люксембурга. Голландия разгромила Люксембург 4-0. Весной 13 марта 1938 года сборная Люксембурга на фото на своем поле дважды ведя в счете, все же проиграла гостям из Бельгии со счетом 2-3, тем самым потеряв все шансы на выход из группы. Третьего апреля в Антверпене состоялся матч за первое место в группе между сборными Бельгии и Голландии. Команда Бельгии. Команда Голландии. Голландец Хенг Ван Спандонг на 37-й минуте вывел свою сборную вперед. Голландии. Но во втором тайме, на 53-й минуте, бельгиец Хендрик Азимборгс, сравнял счет, в итоге ничья 1-1. Голландия обошла Бельгию по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Голландия и Бельгия получили путевки на чемпионат мира. Группа 10-я состояла из двух стран, Бразилия и Аргентина. Команды должны были играть два матча, на родном поле и в гостях. Победитель группы получал бы путевку. На фото сборная в Бразилии. Аргентина снялась, поэтому Бразилия получила путевку автоматически. Группа 11 состояла из семи стран. Куба, Соединенные Штаты Америки, Колумбия, Коста-Река, Мексика, Сальвадор и Голландская Гвиана. Победитель группы должен был получить путевку. Надо сказать, что первоначально было определено, что финальный турнир чемпионата мира будет проходить по очереди на двух континентах, в Южной Америке и в Европе. Однако Жуль Риме, организатор чемпионата, убедил FIFA провести финал во Франции, своей родной стране. После такого решения многие американские страны, включая Аргентину, наиболее вероятного кандидата на проведение чемпионата, и Уругвай, все еще держа обиду за первый чемпионат, снялись с отборочного турнира или не стали подавать заявки. Также снялись такие страны, как Колумбия, Коста-Река, Сальвадор, Мексика, Голландская Гвиана и Соединенные Штаты Америки. На фото, сборная Кубы. Итак, в 11 группе, Соединенные Штаты Америки, Колумбия, Коста-Река, Мексика, Сальвадор и Голландская Гвиана снялись, поэтому Куба получила путевку автоматически. Группа 12 состояла из двух стран, Голландская Ост-Индия, то есть Индонезия, и Япония. Команды должны были играть два матча, домашний и гостевой. Победитель группы получал бы путевку. На фото футболисты Голландской Ост-Индии. Япония снялась, поэтому Голландская Ост-Индия получила путевку автоматически. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...